Мурат Телебеков В системе образования, конечно, не все ладно. Насколько я знаю, что сейчас действительно реально борется с поборами, и немалые усилия к этому приложил, конечно, Мурат Телебеков, потому что он один из первых об этом кричал, поднимал эти вопросы. И да, я считаю, что это странно, что его судят, потому что это есть, и это касается всех нас. Мурат Телебеков не раз называл систему образования Казахстана преступной, а потому рот общественному деятелю хотели заткнуть давно. И вот, пожалуйста, обвинили гражданина Телебекова в клевете и учинили быстрый суд над демократом. Но те люди, которые пытаются поднять вопрос, конечно, они ставят себя под удар. Они делают пользу обществу, но они, конечно, ставят себя под удар. Но я думаю, что они понимают, когда идут на это, и общество должно их поддержать, потому что это именно делается во имя общества, во имя развития нашей страны. А если мы все будем молчать, то, конечно, мы будем просто в болоте. Нечем говорить. Не сценировано. Учителя явно сговорили, подговорили. Полной неожиданностью стал недопуск на процесс представителей СМИ, правозащитников, общественных деятелей и граждан. Впрочем, это вполне в духе казахстанского правосудия. Как рассказали Мурат Телебеков и его адвокат Галым Нурпиисов, ходатайство о необходимости присутствия прессы сразу же было сделано. Однако судья Жумахан Амаров отказался его удовлетворить. Вы знаете, мы изложили свои доводы. И, во-первых, меня, конечно, огорчило то, что не допустили прессу, общественных деятелей. Я считаю, что это, конечно, просто нонсенс. Истец требовал от Телебекова опровержений и публичных извинений и обещал, что тогда иск будет отозван. Школа хочет одного официального извинения. Условия были выполнены, однако обещания остались только на словах. Уже устно говорит, я хочу, чтобы вышла на мейлору. Ну хорошо, мы выйдем на мейлору, а что дальше? Мирно вас это удовлетворит. Он говорит, полномочий на перемирии у меня нет. Мы попытались взять интервью у представителей истца, но он спешно ретировался. Можно? Вопрос. Странное, казалось бы, поведение для оскорбленной стороны. Впрочем, у юриста школы для побега есть причины. Фактически, если так посмотреть, исковое заявление юридически подготовлено, оно неграмотно. Во-первых, у юридического лица нет чести и достоинства. У него есть деловая репутация. Это во-первых. Во-вторых, не было приведено объективного доказательства от того, что именно наш доверитель является автором этого письма. О чем мы как раз ставили вопрос? Третий вопрос. Они требуют опровержения этой информации, но не указ в каких СМИ. Неразбериха полная. Опять же, в стиле современных казахстанских судов. Процессы против критиков действующей власти напоминают судилища, а не цивилизованные слушания. Кажется, что обвинители сами не знают, чего хотят. Да еще и нет у них полномочий на примирение. На нет, казалось бы, и суда нет. Но местные служители Фемиды, пусть и белыми нитками, но дело сошьют. Может быть, просто Мурат решили припугнуть. Я даже не знаю, как это расценивать. Сшитое на скорую руку дело дало трещину прямо в суде. Представитель истца Владимир Полуэктов в какой-то момент растерялся и обратился с просьбой перенести судебное заседание. Суд, разумеется, сделал ему поблажку. Хотя говорить, по сути, уже не о чем. Если исходить из статьи 9 гражданского кодекса, ее практически применить невозможно, так как ложная недоставительная информация – это оценочное мнение, если так посмотреть. Вот как раз мы и поставили сегодня вопрос, как они хотят реализовать первое требование. Вот мы ответа не получили. Эпопея с судилищем над Муратом Телебековым продолжается. О дне следующего заседания будет объявлено особо. Все, что касается вершения судеб оппозиционеров в Казахстане, скрывается чуть ли не под грифом «секретно».